Привет, я Маша, и да, это перестановка на моих книжных полках. Видео будет более-менее расслабленное, так как сейчас нужно будет все книги вывалить мне на кровать, потом слегка-слегка протереть полочки, так как я недавно убиралась в своей комнате, и они не сильно пыльные. Я приготовила водичку, чтобы мне было попроще таскать все эти многочисленные книги. На самом деле для меня каждый раз уборка на книжных полках — это задача достаточно интересная и нелегкая, потому что книги нужно сначала убрать полностью, потом обратно составить. Да, бывают дни, когда мне очень лень вот это вот все делать, потому что процедура достаточно долгая. Я просто переставляю одну стопку книг на другую полочку, как-то их пихаю, и вот так вот потихоньку спускаюсь, чтобы не вываливать их сюда. Но сегодня особенный день, так что давайте начнем выставлять все книги на кровать. Рассказывать слишком много о них я не буду, просто сделаем с вами перестановку, а уже в отдельном видео, может быть, я расскажу прямо каждую свою полочку, покажу про каждую книгу, расскажу. Если бы вы хотели такое видеть, то напишите мне об этом в комментариях. Ну что, давайте начнем. Субтитры сделал DimaTorzok Эта игра называется «Осознай, пойми, сколько у тебя книг, Маша». Их так много, я уже, по-моему, говорила, да, до сутки доходит. Теперь мне нужно протереть полочки. Смотрите, какие они красивые, беленькие, пустые. Быстренько сделаю их чистыми и начнем раскладывать. Ну что, полочки идеально чистые, теперь можно начать раскладывать книги. И давайте я сначала определюсь, как у меня будут разложены книги в хаотичном порядке, или же, может быть, по жанрам, как и до этого было. Попробовать разнообразие. У меня всегда на верхней полочке стояла классика, примерно здесь фэнтези, романы, что-то такое. И ниже уже были ужасы с научно-популярной литературой. Может быть, попробовать романы. Романы и классику. Классика и романы. Вот так. Фэнтези сделать на самый верх. И, как обычно, ужасы вот тут. Наверное, так и сделаем. Вот фэнтези у меня по большей части здесь. Цикл «Лунные хроники», который я хочу, наверное, куда-то отдать. Потому что это, конечно, прекрасная была история, но не такая, чтобы ее сохранить и перечитывать. Хотя книги очень красивые, на полках смотрятся красиво. Поэтому пускай стоят. Ладно. А вот тут вот уже другая ситуация. Если с Джо Аберкромби я, в принципе, хотела бы познакомиться. До свидания, Майкобер. Хотела бы познакомиться как-нибудь. То вот с Робин Хобб совершенно другие эмоции у меня. Я же хотела собирать весь этот цикл. А не знаю, зачем я вообще решилась на такое. Потому что книг много, книги дорогие, книги тяжелые. Даже не знаю, зачем я это сделала, в каком порыве в душевном было вообще принято мною это решение. Поэтому, скорее всего, вот эти книги я куда-нибудь выставлю и продам. Не, скорее всего, а так и сделаю. За небольшую цену. Да. Если кто-нибудь хочет, заберите у меня их, пожалуйста. Дам очень недорого. Потому что они утяжеляют мои полки. Я не хочу с этим знакомиться. Попробуем такой формат, чтобы я постоянно в руках телефон не держала. Все-таки это сложно. Не очень приятно, когда трясется камера. Я решила, так как фэнтези у меня много. Ну, книги, как видите, очень тяжелые. Решила, что на самую верхнюю полку не хочу сильно утяжелять. Пускай лучше они попудут здесь. А на верхнюю полку я кое-что другое придумала. Так, лунные хроники. Хочу их вот сюда. Да. Подождите, белоснежка. Неправильно же расставлены. Рапунсель. Потом красная шапочка. Вот так, да, это идет? Да, вот, все. Теперь очень красиво. Робин Хоп. Лучше перевернуть. Так, будет покрасивее. Так, подождите. Не так, значит, сверху. Вот, вот это уже другое дело. Аберкромби. Вот так. Игра найди фэнтези. А, у меня еще есть Арканум. Это первая часть. Это вторая часть. И у меня же есть еще Сара Маас. Точно. Тоже тяжелые три книги, но от них я вряд ли буду избавляться, потому что я очень сильно люблю этот цикл, хоть я его и не дочитала. Попробуем вот такую штучку. Насколько это будет смотреться нормально. Это, нет, первая часть, вторая часть, третья часть. Ой, знаете, если бы у меня была вот эта вот четвертая книга про Несту, она бы сюда идеально встала. И вау было бы. Но ее нет. Поэтому давайте еще посмотрим, что у меня есть из фэнтези. Книги странно, очень опасно наклонены. Так. Плохие девочки не умирают. Хелен тот. И все, что ли? Это не тот. Тут ничего нет. Так, слушайте, ну похоже. Похоже на правду. Все, что ли? Больше ничего нет фэнтези. Ага! Наталья Саяну. Приветики. Раз. Ну тут опять три книги. Не одиночка. Я нашла еще одну одиночку. Кстати, эту книгу я тоже не знаю, когда начну читать. Начну ли вообще. Это так некрасиво, что они разного, ну разной высоты. А если я поставлю сюда арканум, а он еще выше, и он как бы вообще не вписывается в эту стусовку. Ту стусовку. Надо попить воды. Ну и что мне с вами делать? Я хочу, чтобы это стояло так. Или не хочу. Хорошо, давайте попробуем, знаете, какую штуку сделать. Вот так. Их до самого верха поднять. Только, естественно, надо будет перевернуть. Я там даже, видите, закладочку не убрала. Ой. Так. И так. И... О! Ого! Ого! Смотрите, смотрите. Нет, подождите, не смотрите. А вот теперь... Что это? Кто это? Кто такое? Ага, нет. Нет. Я так надеялась, что ни одна книга не пострадает сегодня. О! Все. Не с того угла зашла просто. Ой, вы посмотрите, ну какая красота, да? Остается трилогия. И остается, опять же... А! Здравствуйте, я опять про вас забыла. Поставить две вот так. И вот эти. Ну, конечно. И все равно там... Ааа, такая маленькая. Ааа... So difficult. Хорошо. Хорошо. Не, ну это... А, ну так... Маша, что у тебя сегодня с головой? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. И... И... О! 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 М-м-м. О! У меня аж слова закончились. Вы посмотрите. Опа! Гляньте. Вот только чуть-чуть, вот чуть-чуть. Смотрите, красиво ведь получилось. Предлагаю заняться они суперинтересным, так как научпопа у меня мало. Сразу же выстроим эту полочку нижнюю, чтобы я уже на нее не обращала внимания. Так. По-моему, это все, что у меня есть из такой литературы. Мне придется встать на колени перед книгами. Это мягкая обложка, которую желательно, наверное, положить Роберт Сапольский. Это большая книга, желательно, которую поставить, наверное, да, красивенько. А чем у меня еще эта полка занята? У меня, похоже, много книг оказывается, ребят. Да-да-да, до меня только доходит. У меня все полки были забиты, до этого книг не поубавилось, соответственно, сюда пойдет какая-то часть. Возвращаемся на вот эти полки, которые перед глазами. Я думаю, что здесь у меня будут всякие романы, современная проза. А вот здесь у меня будет классика, потому что у меня романов побольше прозы, в принципе. И видите, сама полка, она пошире здесь, нежели здесь. А туда? Ну, посмотрим. Ну, посмотрим. Давайте думать. Ой-ой, я чуть ли не забыла. Это же тоже считается научно-популярной литературой. Давайте начнем с толстых книг, наверное, по типу Американхи. Empire Falls. Так, Эдвард Резерфорд или Резерфорд, я, честно, не знаю, как правильно. Набоков. Куда бы тебя отнести? Где классика будет стоять? Я думаю, там у меня будет иностранка, большие книги. И что-то по типу вот таких вот Гастон Леру, видите, Герман Гесса, наверное, Оскар Уальт, портрет Дориана Грея, вот там вот, который любименький лежит, тоже туда отнесу. Обнаружен еще один пухляж и еще один пухляж. Ладно, давайте пока разберемся вот с этими товарищами. Видели бы вы, в каких походных условиях мне приходится снимать два штатива, которые стоят на книгах и между ними. Я надеюсь, ничего не грохнется. В любом случае, давайте расставлять книги. Эти потрясающие пухляши от Phantom Press всегда у меня лежали. Теперь я хочу, чтобы они у меня постояли. Лолита маленькая во всех смыслах. Я поставлю их вот так, а вот эти так, да? Да, пойдет. И по сути мы расставили очень мало книг, но я уже так запыхалась. Любимый Жоэль Дикер, тоже в принципе, ну такие средненькие книжечки. Я забыла, что у меня есть Маркус Зусок, книжный вор, который, кстати, достаточно толстенький. Поэтому я думаю поставить вот так наоборот, потому что, правда, о деле Гарри Квеберта я уже читала. Есть вот такие интересные книги. Есть вот такие красивые книги. Так может, вот, может быть, может, может, как раз-таки какие-то книги мы туда с вами отправим? Да, скорее всего, да. Да, возникла интересная идея, чтобы Пухляшов переместить вот сюда. В принципе, эти книги пока не сильно меня интересуют. Я, кстати, ни одну из них не читала. Ладно, Пол Остер, я начинала его читать. Посмотрите, как я пыталась его понять, сколько у меня тут закладочек. Эти я оставлю здесь, чтобы все было красиво и в балансе, так сказать. Очень-очень красивые вот эти книги. Посмотрите на жизнь мальчишки. Ну что за красота. Кейт Мортон, Кейт Мортон, Мир глазами гарпа. Вообще, по идее, если я Джона Ирвинга хочу скинуть на классику... Но нет, это иностранко-большие книги, а это уже по-другому. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Главное, чтобы они не упали. Ааа, я накачаю сегодня руки. Вас я тоже, пожалуй, отправлю и поставлю так же. Вот этих красавчиков я размещу здесь. Давайте сейчас это и сделаем. Например, это светленькая книжка. Светленькая книжка. Редленькая... Ой, тёмненькая книжка. Тёмненькая книжка, которую я не читала. Очень интересная книга, которую я читала. Давайте тогда наоборот. Раз, два, три, четыре, пять. Смотрите, они такие красивые. Я не могу просто... Но у меня ведь ещё есть вот эти потрясающие книги. Где Джек Керуак? А где? Ага, нашла. А вот ещё рандеву. Вот, в дороге. И посмотрите, вот куда эти... Наверное, тоже наверх. Ясно, ясно, я поняла. Потому что они красивые. Будут радовать меня. И, конечно же, ещё одна Дафна Дюмарье. Вот так. Ой-ой-ой. От самых толстых, по-моему, дальше у нас идёт... Посмотрите, как, кстати, вот эти вот надписи стираются. Причём я не трогала её уже тысячу лет, эту книгу. Ребекка. Потом Керуак у нас пойдёт. Затем по толщине ещё одна Дафна Дюмарье. Конечно же, Патрик Зюскин. А, она маленькая. Немножко другое оформление. Сейчас я подумаю, как это всё расставить. И вернусь. Спустя, наверное, минут пять. Посмотрите, что я придумала. Это мои колени, если что. Я сюда расставила различные книги. Они все разные по росту, по толщине. То есть, видите, кто-то выпирает, кто-то нет. Кто-то, например, маленький у нас. И сюда положила поток. Я подумала, что, в принципе, такая полочка, она очень яркая, весёлая. Выглядит интересно, разнообразно. И к этой полочке реально хочется подходить. Мне нравится. Я решила добавить Артура Хейли, Лолиту. Вот так поставила птичье гнездо. Чёрный дрозд. Кстати, смотрите, какое пересечение тем. Тут птички, тут дрозд. И я не знаю, насколько правильно было ставить самый низ вот эти красивенные книги. Может быть, надо было сделать наоборот. И вот эти две тоненькие я положила сюда. Мне плевать, что они кверх ногами. Потому что обложки очень красивые. Мне просто не нравится, что такая толстая книга вот так вот наверху. Берём сюда Лолиту. Эшколь него. Птички. Или не птички. Артур Хейли. Но не по толщине. Нормально. Теперь птички. Раз. Два. Входит? Да, красиво. И вот теперь, дамы и господа, красивые. Нет, хорошо, хорошо. Красиво, красиво. Мне нравится. В принципе, выглядит красиво. Я до того, как поставила сюда Артура Хейли, вся эта полочка была такая готическая, я бы сказала. А ну вот ещё Харуки Мураками. Вот так вот дом, в котором горит свет. Следующая полочка у нас будет с классикой. И как вы могли догадаться, уже самая верхняя у меня будет со всякими трейлерами, детективами. Всё, что осталось. Стивен Кинг тоже туда пойдёт. Давайте я тут немножко распределила книги, чтобы было побыстрее и попроще. Всю азбуку иностранко-большие книги. Например, вот отсюда. Том 2. Так, пойдём. Том 1. Том 2. Ещё толстая книга Артур Конанду. Вы смотрите, как красиво смотрит. Я не могу. У меня тут ещё есть вот эти товарищи. Нирвинг, Кронин, Марсель Пруст. Выглядит невероятно красиво. Так, ну у нас ещё тут с вами есть кое-какие экземпляры. Плюс-минус в одном стиле. Блин, портрет Дориана Грея. Ой, смотрите, как они прикольно сочетаются тоже между собой. Вот тут ещё будет стоять Герман Гесса, которого я сейчас читаю. Вот так. Королева Марго. И представляете, где? Куда? А, вот. Я чуть ли не забыла про эту потрясающую книгу. Как вы думаете, это вообще адекватно ставить? Это вот так? Как-нибудь так вообще книги размещают? Я играю по своим правилам, как говорится. Правда, Герман Гесса сюда уже не войдёт. Но об этом я подумаю попозже. Мне не нравится. Вот это вот серия. Вот так бы убрать. Да, слегка пустовато. Но я же не говорила, что всё на этом. Классика будет пополняться. В принципе, книга стоит устойчива. Не упадёт. Ничего ей тут, если что, не передавливает. Не волнуйтесь. Всё будет с ней хорошо. Ну и последняя книга. Ну и последняя полка. Книжная. Мы уже на финишной прямой. У меня тут, естественно, Кверимонискалка. Первая часть. Вторая часть. Санктилье. Ну хорошо, сюда встанет. Остров проклятых. Тоже должен хорошо. Ну вот, смотрите. Майк Омер. Ты у нас... А, нет, нет, нет. Не падай, пожалуйста, не падай. Ты у нас будешь стоять вот так. Так. У нас же вот так шли в порядок. Первая, вторая, третья книга. Всё верно. Снежная тематика. К сожалению, нет. Ну вот сюда, да. Немножко нарушим мы тут готику. Всё такое тёмное. А вот это уже пойдёт хорошо сюда. А этого Стивена Кинга закинуть наверх. Ну, в принципе, да. Бедненькая ты моя. Родненькая, как говорится. И тебя-то куда пристроить. Давайте вот сюда. Наоборот. Вот так. Ну вот и всё. Мои книжки расставлены на книжных полках. Я всё собрала. Я не знаю, по времени, по-моему, прошло час, максимум полтора. Но по ощущениям все 3-4 часа. На самом деле, да, это очень сложно. И я надеюсь, что вам очень сильно понравилось это видео. Вы получили какое-то удовольствие эстетическое. Прежде всего, отдохнули. Потому что я так сильно устала. И на этом всё. Большое спасибо, что уделили мне время. Я надеюсь, вам очень понравилось. Ещё раз большое спасибо за просмотр. И до встречи в новом видео. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова